Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Светлый праздник в черных красках. Гражданин позвонил сам. За что мужчина убил свою избранницу? Разберемся. Вторая смерть за неделю на одном месте. Покончил жизнь самоубийством. Молодой парень бросился под поезд. Не обошли пожары и наш город. Работники МЧС спасли гражданина. На неделе горел один из цехов Белшины. И неожиданный поворот в, казалось бы, продуманном плане. Как ненужная башня разрушила необходимую библиотеку. Покажем. Алкоголь, ссора, драка, смерть. Классический сценарий для многих людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Не стали исключением и посиделки для немолодой женщины и ее возлюбленного. В какой-то момент последний просто не выдержал и избил свою избранницу. Для жительницы деревни Дуйничево Бобруйского района этот пасхальный день стал последним. Накануне в доме сожителя пара с размахом отмечала конец поста. Когда градус перевалил «за», начался конфликт. Мужчина сам позвонил на номер 102. А после к обездвиженному телу женщины выехала скорая и судмедэксперты. Были выявлены следы пальцев рук, изъят след обуви. Изъяты также иные объекты, которые свидетельствуют о том, что данное преступление было совершено данным гражданином. Сейчас мужчина задержан, его вина устанавливается, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Город еще не успел оправиться от трагедии на железной дороге, которая произошла в начале апреля. Тогда под колесами поезда погиб 66-летний мужчина. Он ожидал свой дизель возле пути, а затем бросился под проходящий состав. Сегодня мы уже с уверенностью можем утверждать – это был суицид. И вот снова то же место и то же смерть. Что же так тянет людей к этому злосчастному отрезку пути? В мистических совпадениях разбирался Аванес Степанян. Пятница, 8 часов вечера. Машинист поезда Минск Гомель заметил рядом с путями парня и подал звуковой сигнал. Молодой парень шел по первому пути и резко перешагнул на второй путь, прямо под колеса проезжающему поезду. Выжить не было никаких шансов. 2 апреля ему исполнилось 19 лет. Старожилы говорят, в былые времена у этого места никогда не было криминальной славы. В отличие от 2017-го. Только за прошлый год здесь погибли 3 человека. Тогда и решили установить почти километровый забор вдоль путей. Оперативники же, в свою очередь, не верят в темную славу этого перегона и досконально изучают факты. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз в Бобрусский международный отдел по степени тяжести телесных повреждений, которые были причинены в результате наезда. А также проводится в настоящий момент экспертиза тросологическая по тем повреждениям, которые были причинены в ходе наезда. Погибшим парнем оказался учащийся 3 курса одного из колледжей города. В этом году он должен был получить диплом и выпуститься. По месту учебы характеризовался положительный, конфликтов с одногруппниками не имел. О причинах трагедии говорить рано. Ведется проверка. Пока специалисты прорабатывают несколько версий. Суицид и трагическая случайность. Молодой человек был в наушниках и при переходе попросту мог не услышать сигнал приближающегося состава. Аванэ Степанян, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка. Бобрус-360. Очередное ЧП на Бобруйском промгиганте. Одно из зданий Белшины чуть не сгорело. Огонь вспыхнул утром 5 апреля на втором этаже подготовительного цеха завода КГШ. Уже спустя считанные минуты первые расчеты МЧС прибыли на место и приступили к ликвидации. Благодаря своевременным действиям спасателям удалось предотвратить трагедию и огромный ущерб. Однако не обошлось без пострадавших. Работники МЧС спасли гражданина 55-го года рождения, сварщика данного цеха, который с отравлением продуктами горения и с ожогами 2% тела, был госпитализирован в учреждение здравоохранения города Бобруйска. Огонь повредил 9 метров воздуховода и 6 силового кабеля. Также пострадала система маслоподачи резиносмесителя. Закопчены оборудование и стены. Причины пожара пока устанавливаются. Взрыв силостной башни в Дании пошел не по плану. Сооружение рухнуло не на ту сторону. Поначалу башня начала падать в запланированном направлении, в котором инженеры заранее очистили площадку. Однако затем изменила курс и приземлилась на библиотеку. И разрушила половину здания. К сносу сооружения высотом примерно 53 метра готовились около полугода. И что пошло не так, не понял никто. Вино за инцидент на себя взял диспетчер взрывных работ. Люди, к счастью, не пострадали, так как их заранее эвакуировали. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова